Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы начинаем цикл лекций по дисциплине Основы студийной звукозаписи. Цикл лекций мы поделим на три части. Первая часть – это знакомство со студией звукозаписи. Вторая часть – это коммутация звукового оборудования. И третья часть – это работа со звуком. Для записи видео лекций нам предоставлена студия звукозаписи Национального молодежного театра имени Мустая Карима в городе Уфе. Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность администрации театра. Эта студия укомплектована всем необходимым оборудованием для записи голоса. В частности, в студии имеется пульт микшерный, звуковые мониторы, компьютер, монитор, синтезатор, звуковая карта и рэковая стойка, в которой расположены приборы для обработки звука. Наши студенты – это будущие преподаватели музыки, связанные с музыкально-компьютерными технологиями. Поэтому, чтобы освоить нашу специальность, нужно ознакомиться именно с лучшими образцами звукотехнического оборудования. Данная студия имеет все необходимое для работы со звуком. Бытует мнение, что достаточно купить компьютер, звуковую карту средней ценовой категории, микрофон, наушники студийные студийные и студия в кармане. Но это совсем не так. Для того, чтобы добиться хорошего профессионального звука, нужно иметь полный набор звукотехнических средств. Нужно иметь специальное акустическое помещение, нужно иметь специальную подготовку и, в конце концов, нужен большой опыт. Сейчас я буду вас знакомить со звуковым оборудованием студии звукозаписи. Мы будем постепенно начинать от микшинного пульта, заканчивая акустической комнатой знакомиться с каждым элементом студии звукозаписи. Перед вами микшерный пульт Spirit Studio. Он имеет 24 канала, 8 подгрупп, мастер и необходимые входа insert и другие приспособления для записи и обработки звука. микшерный пульт имеет эквалайзер. Это высокие частоты, средние частоты и регулировка низких частот. То есть эквализация звука проходит все этапы сверху до низких частот. Входной сигнал регулируется помимо основного фейдера еще и чувствительностью input. Затем есть ауксы. они предназначены для подключения обработок звуковых. То есть ревер, компрессор, дилей и так далее. панорамирование вправо, влево, затем регулировка подгрупп и подключение подгрупп первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. мютирование и сам фейдер. Подробнее мы будем ознакомиться на следующих уроках. Что же такое подгруппы? Подгруппы это целая система сложных действий, которая помогает профессионально записать звук. На этом пульте у нас восемь подгрупп. То есть мы можем независимо подключить восемь микрофонов и записать их на носитель. То есть компьютер или магнитофон. продолжаем знакомство со звуковым оборудованием, а именно с рэковой стойкой, в которой расположены приборы для обработки звука. Начнем с предварительного усилителя. предварительный усилитель фирмы TL Audio. Первым стоит предварительный усилитель для микрофона. микрофона. К нему можно подключить два микрофона. А и Б. Затем идет компрессор, который выравнивает громкость звука. компрессор той же фирмы TL Audio. Предварительный усилитель и компрессор фирмы TL Audio это ламповые приборы. Что такое ламповый прибор? На сегодняшний день это приборы очень редки. И так что такое ламповый прибор? Это теплый звук. Что такое ламповый прибор? это теплый звук и качество. Затем прибор для обработки звука скорее всего для финальной обработки звука Focus Writer. По цепи он подключается в последнюю очередь и выдает уже готовый результат. Далее звуковая карта фирмы Motu 1296 то есть 12 каналов для входа и 12 каналов на выходе. Затем обработки фирмы Lexicon мини-диск мини-диск рекордер фирмы Sony марринс 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 кассетник и этот кассетник как никогда кстати. В этой студии звукозаписи используется звуковая карта фирмы M-Audio. Она имеет 6 входов и 6 выходов. Входа имеют фантомное питание поэтому можно подключить профессиональный микрофон для записи голоса. Выхода расположены на задней панели. также звуковая карта имеет MIDI входа и MIDI выхода то есть можно подключить синтезатор. Мониторы фирмы Genelec очень качественные мониторы специально изготовлены для студии звукозаписи. Genelec это финская фирма. Мы видим, что мониторы двухполосные. То есть имеются верхнечастотные динамики и средние с низким частотным характеристиками динамики. их студии две штуки. сейчас мы находимся в акустической комнате, где записываются музыкальные инструменты и голос. Профессиональная студия молодежного театра имеет все необходимое для записи музыкальных инструментов и голоса. В частности, имеется гитарный комп, басовый комп, а также ударная установка. для записи голоса используется специальный профессиональный микрофон фирмы РОДЕ. Это ламповый микрофон, качественный и отвечающий всем современным требованиям. В студии звукозаписи имеется также микрофон с фантомным питанием конденсаторный микрофон, также фирмы РОДЕ. Перед микрофоном специальный защитный прибор для того, чтобы звуки согласные, шипящие были записаны более мягче и лучше. Перед записью певец или музыкант одевает наушники сигнал, в который поступает с основного микшерного пульта в распределитель для наушников вот он перед вами распределитель на 8 наушников, поступающий сигнал настраивается так, чтобы певцу или музыканту было удобно. затем звукорежиссер дает команду и начинается запись. звукорежиссер а теперь перейдем к основному оборудованию это компьютер на сегодняшний день без компьютера не обходится ни одна студия звукозаписи если раньше в студиях звукозаписи использовали магнитофоны для записи голоса и инструментов затем многоканальные магнитофоны затем порта студии то сегодня основным является компьютер какой же должен быть компьютер на студии звукозаписи конечно же на студии звукозаписи должен быть специальный компьютер который может работать со звуком а со звуком может работать не каждый компьютер не всякий не всякая конфигурация подходит для работы со звуком в данный момент в этой студии используется система mac конфигурация компьютера подходит для работы с современными программами в частности в студии звукозаписи используется программное обеспечение фирмы Steinberg Cubase затем Pro Tools Logic и WaveLab а также вспомогательные программы Сибеллиус Сибеллиус Финал Видео Проигрыватели и Видеоредакторы Final Cut Начнем Общее знакомство с программным обеспечением Сейчас перед вами происходит загрузка программы Cubase 7.5 Это самая последняя версия программы Cubase Для знакомства с интерфейсом программы мы попробуем загрузить просто новый проект проект будет просто пустой За основу возьмем инструментальный трек с VST инструментами Что такое VST инструменты Это виртуальные инструменты которые погружаются с компьютера в редактор Cubase Некоторые виртуальные инструменты поставляются фирмой Steinberg вместе с Cubase Некоторые сторонние производители которые по согласованию с фирмой имеют возможность работать именно с этой программой Давайте подгрузим Halion Это VST инструмент который поставляется фирмой Steinberg вместе с Cubase Звучит Субтитры подогнал «Симон» Создадим пустой проект, новый проект Выберем инструментальный трек И подгрузим «ВСТ-инструмент» Что такое «ВСТ-инструмент»? Это виртуальные инструменты, которые поставляются фирмой «Штайнберг» Вместе с программным обеспечением «Кубейс» Есть также и сторонние производители Которые по согласованию с фирмой «Штайнберг» Могут работать именно в этой программе «Кубейс» Сейчас мы подгрузили виртуальный инструмент «Халион» И посмотрим, какие возможности есть у этого виртуального инструмента Перед нами виртуальный инструмент «Халион» с банком Инструментов В данный момент я подгружаю ударные инструменты Затем я выбираю еще один «ВСТ-инструмент» фирмы «Халион» И выбираю инструмент «Бас» Возможности этого программного обеспечения Очень широкие Начиная от записи Миди-дорожек Аудио-дорожек Затем подключение Обработок Сведение И выдача готового материала Ознакомимся А теперь познакомимся с программой «Про Тулс» На этом компьютере Проинсталлирована программа «Про Тулс» «HD-9» Программа «Про Тулс» на сегодняшний день самая популярная у звукорежиссеров всего мира Эта программа очень качественна и используется в основном для окончательного сведения всего музыкального материала Для примера возьмем уже записанный материал Для демонстрации Программа «Про Тулс» «Про Тулс» Программа «Про Тулс» Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим аудиодорожки, редактирование этих аудиодорожек. И самое основное в этой программе это микшерный виртуальный пульт, в котором подгружаются обработки. Подключаются специальные плагины для работы со звуком. Итак, мы с вами познакомились еще с одной программой, программой Pro Tools. Эта программа придумана в Соединенных Штатах Америки и на сегодняшний день, я еще раз повторяю, самая популярная в профессиональных студиях звукозаписи. Вашему вниманию сейчас будет представлена программа Logic 9-й версии. На сегодняшний день уже есть и 10-я версия. Logic эта программа появилась в начале 90-х годов и стала так же популярной, так же как Cubase. Кто-то пишет музыку в Cubase, кто-то пишет в Logic, кому как удобно. До сих пор спорят аранжировщики и звукорежиссеры. Что же лучше? Cubase, Logic или Pro Tools. Во всех этих трех программах можно делать аранжировки и в каждой из них можно записывать аудио и в каждой из них можно сводить. На мой взгляд, все зависит от мастерства звукорежиссера. Ну и сейчас мы с вами находимся уже в программе Logic. Создадим пустой проект. Вот интерфейс программы. Я подгружаю виртуальный инструмент, в частности, инструмент, пиано. Программа Программа имеет также свой виртуальный микшер, а также редактор нажатия клавиш. Затем можно увидеть в нотах сыгранную вами партию, отредактировать и распечатать. Таким образом, мы с вами познакомились с основными программами, редакторами. Это Cubase, Logic и Pro Tools. Итак, уважаемые студенты, сегодня мы с вами провели видео урок и познакомились со студийным оборудованием. Мы познакомились с основными элементами студии звукозаписи, познакомились с программным обеспечением, с оборудованием в акустической комнате. И в конце урока вам будет дано задание. А именно, какое профессиональное оборудование используется в студии звукозаписи? Это будет первый вопрос. Второй вопрос. Какое программное обеспечение используется для записи голоса, для записи и создания аранжировок? И третий вопрос. Каково предназначение микшерного пульта в студии звукозаписи? На этом наш урок окончен. «Паркописи» не